По необъективной статистике, каждая третья девушка сталкивалась с сообщениями от рабов и любителей БДСМ в интернете. Мужчины пишут о своих фантазиях с просьбами об унижениях и обслуживании. Кто они? Отчаявшиеся дядьки средних лет, просто активные любители нестандартных и тимных ласок или откровенно больные люди? Сегодня мы попробуем разобраться, что они предлагают, зачем пишут и опасно ли им отвечать, и в принципе опасно ли быть тем самым рабом или просто обычным собеседником, который хочет предложить девушке что-то более чем просто стандартное отношение. Мы притворимся девушкой в интернете, чтобы посмотреть, какую выгоду могут извлекать мошенники в рамках любимой вами рубрики «Я девушка в интернете». «Я девушка в интернете» — это уникальная рубрика на моем канале, в видеовыпусках которых я создаю правдоподобные образы личности симпатичных девушек в интернете на различных ресурсах и использую их для завоевания внимания со стороны мужского пола ради извлечения соответствующей выгоды. Все это делается для того, чтобы вы, мои зрители, были более бдительны и смогли изнутри изучить самые популярные или же скрытые методы развода, чтобы не попасть в похожую неприятную ситуацию, ведь их ежедневно активно используют настоящие злоумышленники. Я уже не один раз демонстрировал, что при помощи банальных женских фейк-аккаунтов легко завоевать высокий уровень доверия среди парней в довольно короткие сроки и впоследствии это также конверсировать в легкий для злоумышленников денежный поток. Для сегодняшнего выпуска мы сделали несколько правдоподобных тематических анкет девушек на сайтах знакомств для привлечения мужчин, желающих быть рабами, а также откровенных ПДСМщиков. Мы провели опросы, собрали статистику, разделили рабов на категории и составили примерный психологический портрет каждого, а также продемонстрировали варианты откровенного мошенничества, которыми пользуются фейковые аккаунты девушек. Спонсорство, шантаж и Дианон БДСМ-пользователей. Все это в новой части рубрики «Я девушка в интернете». Приятного просмотра! Чтобы не стать героем этого выпуска, найти отношения и попасть на обман, важно выбрать надежного партнера. Хорошо, что для бизнеса этот вопрос уже решен. Модульбанк – первый банк для предпринимателей, он продолжает стабильно работать даже сейчас. Это полностью частный банк, так что под санкции он не попал. Модульбанк работает по SWIFT и запускает валюты новых стран. Вы можете работать с контрагентами в разных валютах и без проблем переводить прибыль в этих странах. Думаете, это все? Модульбанк запустил новый бесплатный тариф стартовый. Обслуживание стоит ноль денег навсегда. В тарифе стартовой нет ограничений по оборотам или срокам деятельности. Тариф доступен для всех. Бесплатно у бухгалтерии для упрощенной системы налогообложений 6%, перевода ИП и юрлица в другие банки тоже бесплатно. А на карте физлиц можно перевести до 250 тысяч без комиссии. Работаете на маркетплейсах? У банка есть тарифы Seller и Seller Pro. Там прибыль можно выводить на личную карту без лимитов. До 5 миллионов в месяц вы переводите бесплатно. Снимайте баблишко в любых банкоматах без ограничений, получайте деньги за товары, не дожидаясь выплаты от маркетплейса. Модульбанк даже может отснять для вас фото товара, сделать дизайн и карточки. И все это от 490 рублей в месяц. Перекратите по ссылке в описании, оформляйте счеты и кайфуйте. Успехов. Какие же существуют категории рабов и БДСМщиков в интернете, с которыми мы встретились лицом к лицу на поле боя на сайтах знакомств? Первая категория просто хочет интима. Самая популярная категория на сайтах знакомств. Здесь мужики не читают анкеты, им вообще не нужен этот ваш БМДС, КПСС или как его там. Они просто лайкают всех женщин подряд и пишут им разное. Категория номер 2. Ждет обслуживание. Ну давай, выдай мне задание, а я гляну, что у тебя там. Так и сквозит от каждого второго сообщения этих товарищей. Частично это рукоплоды, частично любопытные нормисы. Самое забавное, что это кажется самая платежеспособная аудитория. Здесь чаще всего звучали вариации фразы «я куплю все, что ты захочешь, только давай встретимся». Тем не менее, общение с ними крайне утомительно. В эту же категорию можно отнести тех, кто в БДСМ терминологии называется ХМЖ. Хитрожопый мазохист. Это типа рабы, которые на самом деле пытаются управлять тобой для выполнения своих хотелок. Таких я встретил немного, но тем не менее. Настоящий раб. Тряпка, тварь и ничтожество. Примерно так они сами себя и называют. Обычно надоедливые, однообразные, но бывают и настоящие оригиналы. Иногда пишут без опроса, но чаще все-таки с ним. Парадоксально, но на фоне всех остальных рабы кажутся чуть ли не самыми адекватными пацанами. Ну нравится челу в свободное время заниматься самыми разными извращениями. Ну подумаешь. Чтобы дитя не тешилось, лишь бы не около школ и детства. Следующие из трапонмена и кунелорды. Тут все понятно. Этих чуваков интересует исключительно физиологический гедонизм. По платежеспособности этой категории не очень понятна. На специализированных сайтах услуга стоит примерно 120-200 долларов. Про безумных лизунов можно отдельное видео делать. Это прям отдельная категория, которая к безумным дозам сочного майонеза, то бишь БДСМ, не очень относится. Норм ребята. Следующие в нашем списке. Общение с ними было на этапе опроса, а не переписок по анкетам. Так что подлинно известно, что нормальных людей в этой теме тоже очень много. Какие опасности стоит ожидать от наших собеседников? По большому счету все эти господа в интернете вполне безобидны. Особенно если им не отвечать и быть аккуратнее с настройками геопозиции. На одном из сайтов знакомств, где оппозиция определялась автоматически, сменить ее было нельзя. Видеть, что в радиусе полутора километров от твоего дома пасется целый табун мужчин неизвестного уровня адекватности, несколько тревожно. Особенно если ближайший находится в нескольких метрах от тебя и пишет что-нибудь типа такого. Ну и на всякий случай стоит предупредить, что даже если вдруг вы познакомились в интернете с человеком, который разделяет ваши предпочтения, надо быть максимально осторожным. Даже в сообществе опытных практикующих БДСМ есть история о травмах и даже смертях. А еще есть вполне реальные случаи, когда чельки с сайтов знакомств скринят твою фотку и находят тебя в других соцсетях. Про сливы фоток с приписок вы и так все сами наверняка знаете. Где обитают наши БДСМщики-рабы? Найти рабов при желании можно в любом месте, особенно если заняться этим целенаправленно. Суть сети обычный сайт или группы знакомств, тематические форумы и каналы просто господи-двач. Моим подружкам залетные рабы чаще всего прибегали в ВК и нельзя грамме. Еще знаю несколько случаев, когда фетишисты на авито пытались купить бы обувь, но это уже другая история. Переходим к самому интересному. ЭКСПЕРИМЕНТЫ Создаем анкеты несуществующих девушек, чтобы проверить, какие реакции они соберут, что именно будут предлагать мужчины, сколько среди них неадекватов и какими могут быть потенциальные схемы мошенничества, на которые можно поймать невнимательных рабов. Для чистоты эксперимента этого ролика мы составили две анкеты. Категории light и категории hard. Первую, с полусмучетом желанием попробовать, мы разместили на сайтах знакомств. Вторая, резкая, строгая и на опыте, появилась в тематических сообществах. Из-за жесткой политики соцсетей слово финдом, финансовое доминирование, пришлось из анкеты убрать. Баны за предложение платных интим услуг раздают на раз, два, три. По крайней мере, в теории. Но не так простые извращуги в интернетах. Местная самоцензура вышла на уровень еще до того, как это стало мейнстримом. Во-первых, есть терминология. Например, дань или дойны готовы платить. Во-вторых, всегда можно писать латинские буквы в русском слове. Этим пользуются не только настоящие обитатели группы, но и дамы легкого поведения, мужские аккауты под видом дам легкого поведения и набор в агентство с мужчинами-дамами легкого поведения, мать вашу. В основном, анкеты не содержат подробной информации о предпочтениях за исключением унижений. Там, конечно, есть где разгуляться. Мой лексикон пополнился рядом новых выражений. Кому их адресовать, правда, не очень понятно. Помимо прочего, в группах BDSM с новакомств довольно много мужских анкет с желанием абсолютной передачи контроля, вплоть до аккаутов, соцсетей, номеров банковских карт. Лично мне кажется, что это уже откровенно странные люди. Идти на настолько небезопасные действия ради удовлетворения сексуального желания, это явно что-то не очень здоровое, наверное, да. У жесткой анкеты пул для выбора, по понятным причинам, был меньше, зато выхлопа куда больше. Здешний контингент, несмотря на свои оригинальные предпочтения, действительно хочет служить и слушать свой адрес грубости. Местные рабы достаточно вежливо и быстро отвечают на вопросы, могут назвать своей тобой, больше заинтересованы в длительном общении. К какому выводу все это может привести? Что вообще у заказчика дизайна сайта и BDSM-раба? Правильно. У четко сформулированного запроса больше шансов получить результат. Проще говоря, без ТЗ результат ТЗ. Обратный пример произошел с мягкой анкетой на сайтах знакомств. Размазанный по смыслу текст анкеты привел чудовищное количество невнятных запросов. Как я теперь знаю, такие ребята называются готов на все, но ни на что не способен. Тут вам ни денег, ни цветов, ни подарков сплошные «когда встретимся». Стать жертвами мошенничества могут и те, что отвлекаются на мягкую анкету, и те, что пишут строгой госпожей. Застилающие глаза греховная похоть ослабляет умы страждущих. Одна из наших анкет почти убедила мужчину купить билеты из Юга России в Москву ради того, чтобы быть рабом 24 на 7. Предложения купить билеты мне тоже прилетали. Без конкретики, ну в теории, устроить себе BDSM-тур по России и ближнему зарубежью вполне реально. А вот предложение дать денег на педикюр за фотографии Нока уже вполне конкретные суммы. Если подобное происходит добровольно, парень получил бы желаемые фотки, то вроде бы как все в порядке. А вот если бы я смылся с бабками, это уже не такая уж и приятная ситуация. Но потерять условные 3000 рублей не так погано и стыдно, как, например, нарваться на шантаж. Мы с вами давно уже знаем, что сливы личных данных о сексуальности предмет особых опасений. И уж если это инфа о желании мужчины подчиняться, тут без шуток человеку можно жизнь сломать. Мужское эго штука хрупкая, ну не мне ли знать. Да и мужской череп может оказаться не особо крепким после обнародования такой информации в небольшом... городе. Вот прекрасный пример того, как можно испортить человеку жизнь этими вашими БДСМами. Пишет нам дядечка на тематическом сайте, а у дядечки фотография стоит. Мы ее раз и скачали, и засунули на сайт по поиску лиц. И очень быстро увидели, чем дядечка занимается, где его родственники живут, включая малолетних детей. И что зовут дядечку на самом деле по-другому, а в свободное время он выступает на всяких конференциях. Или вот тоже не самый осторожный парень. Думал, что если он поставит на аватарку лисичку, то можно с личного аккаунта в группах про БДСМ писать. Нет, парниш, твой город достаточно маленький, чтобы репосты выдали, когда и где ты будешь в эти выходные. Вообще удивительно, как много людей забывают банальный закрытий аккаунт перед тем, как писать что-то, что может повредить их репутации. А бан может случиться и в обратную сторону. В группе Финдом клоуны, да, такая тоже есть, жалобу пишут уже Дамина и Доминанта, сливая информацию про недобросовестных клиентов. Так мы узнали, что юридически полный доступ к банковской карте от раба считается кражей. Именно поэтому важно, чтобы раб доился добровольно. Тут уже не настолько психологическая игра, сколько суровое законодательство. Мошенники могут написать на Домино заяву, могут собрать на нее компромат. В целом, примерно то же самое, только стрелочка повернулась. Давайте усилим подскочившую тревожность мини-подборкой самых странных чуваков, которые встретились мне на этом ухабистом пути. Например, вот. Очень самостоятельный мужик, даже уважение какое-то просыпается. Мне особенно нравится вот это «ну» и «выходи». Как будто он уже стоит под твоей дверью с пистолетом и болтом наголо. Вот несколько пугающих анкет на стене одной из БДСМ групп. Врач предлагает медицинскую феминизацию желающим с гормонами и пластикой. Лично мне кажется, что оставлять такие сообщения в группах, где люди могут хреново обдумывать решение за возбуждение, довольно неэтично. А вот целая подборка хамоватых индивидов. Почему нет? И для разнообразия пара сообщений, с которых я прям искренне поржал. Вообще, после такого опыта общения сложно не задать вопрос, а почему такие люди вообще существуют? Если не брать случай клинического долб... И токсичной маскулинности, картина примерно следующая. Есть мнение, что темная и светлая стороны личности у всех людей постоянно переключаются, а склонность к чему-то одному говорит о неких особенностях детства. Это может быть бедность, недолюбленность, властная мать, которая унижала ребенка. На эту тему есть довольно много исследований, но мы, естественно, в качестве бонуса провели свое. Для этого, помимо анкет, мы выложили опросники в тематических сообществах и попросили сабмиссивных мужчин ответить на несколько вопросов. Что двигает мужчину написать малознакомой женщине с просьбой об ЭДСМ практике? Я не знал, где еще найти то, чего хочется. Был интерес, стеснение, неловкость. Мною двигало азарт, предвкушение, эмоциональное возбуждение. У меня тогда не было целенаправленного фемдом-опыта. Я бы сказал, что мужчинам это нужно, чтобы получить хоть какое-то внимание от женщин. Типа, если хвалить их ни за что, то пусть хотя бы почморят. Желание получить опыт и реализовать свои фантазии, познакомиться с желаниями верхних женщин. Если это в контексте без запроса, то думаю, подобные мужчины достаточно неуравновешены и отчаялись в своих поисках адекватными методами. Был ли у тебя удачный опыт? Нет. Редко, но да. Испытал удовлетворение, не похожее на оргазм. Все-таки девушки с доминантными наклонностями это пока достаточно редкое явление. Значительную часть контактов по интересам я приобрел все же в живом общении. Зачем это все? Лично мне нравятся тонкие психологические игры, замешанные на эмоциях. Я могу получать удовольствие от унижения только при наличии эмоциональной связи с партнером и не попроюсь этого слова, любви. Знаешь, что твой партнер тебя любит, ты отдаешь себя в ее руки, отстаешь в максимально подчиненную позицию. Эмоционально это дает очень глубокое ощущение близости. Вы как будто исследуете разные плоскости своих отношений, открываете их истину, многоградность и сложную структуру. А еще это работает как небольшая перезагрузка себя. Возвращаешься в реальность, а у тебя эмоции, творческая энергия, идеи фонтаном бьют. В моем детстве от матери исходила гиперопека. Желание откинуть все свои хотелки, мнения подчиняться тому, что говорит девушка, может быть проявлением этого аспекта моей жизни. Я очень иррациональный человек, и вся моя осознанная жизнь строится из логики размышлений и контроля над собой. Субмиссивность может быть компенсацией этой стороны жизни, где я откидываю все эти нады и просто погружаюсь в свои эмоции. Из-за желания повторить сильный эмоциональный опыт из прошлого, желание на время избавиться от необходимости казаться сильным. Думаю, некоторым просто надо, чтобы их поставили на место и показали, что они не все властны. Еще могут быть комплексы. Все выводы за вами в комментариях, а дополнительные материалы по выпуску можно найти в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Исследовать загадочный мир рабов в интернете оказалось сложной, но очень увлекательной задачей. Надеюсь, что вам было также интересно смотреть на этот ролик, как и мне его записывать. Если это так, то не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий своими мыслями по поводу темы сегодняшнего видеоролика. А также не забудьте подписаться на мой YouTube-канал и нажать на колокольчик. И обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Закиньте в группу своих коллег на работе, да, а может быть в группу своих одногруппников, одноклассников, и посмотрите, какая у них будет реакция. Пришлите мне к реакции с криншотами моего телеграм-канала, которого вы найдете в том числе в моем телеграм-канале, ссылка на который в описании. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok